Вокруг заключительного матча футбольного клуба Мордовия в нынешнем сезоне не было даже толики того ажиотажа, который был во время тестовых матчей команды на новой арене. По сравнению с прошлым домашним матчем, цифра наполняемости трибун на игре Саранской Мордовии сократилась в 40 раз. Из 40 тысяч зрителей, которые присутствовали на Мордовии арене 16 мая, спустя 10 дней до стадиона Старт добралась только тысяча преданных поклонников клуба. Вместе с болельщиками из роскошных антуражей новой арены к привычным картинам стадиона Старт вернулась и вся наша команда. Мы здесь весь сезон играли, у нас стадион как бы родной, даже когда на игру приехали, просто намоленные уже. У нас есть свои болельщики, там полторы-две тысячи, которые ходят и поддерживают команду, истинные любители футбола. И мы играем для них. И абсолютно нормально, то есть переключение с одного стадиона на другой. То есть здесь профессиональный вид спорта, и я думаю, проблем никаких не возникало. Но уже привыкли к этому, и тренируемся здесь, и стадион, как бы ситуация очень нормальная. На заключительный домашний матч в нынешнем сезоне, впрочем, как и на предыдущей выездной, Мордовия выходила уже в ранге чемпиона. В этой игре хозяевам противостояла 10-я команда нашей зоны «Урал-2» из Екатеринбурга. Болельщики вправе были ждать зрелищной встречи, и футболисты ее продемонстрировали. Счет в игре был открыт на 17-й минуте, когда после навеса с углового Ренат Сабитов, забивающий по большим праздникам, удачно поймал летящий мяч. В последний раз Сабитов в официальных матчах забивал в 2012 году в первенстве ФНЛ, будучи игроком «Томи». Причем тогда этот мяч тоже стал победным. Ближе к концовке тайма Мордовии удалось удвоить свое преимущество. Денис Соболев построился под летящий мяч и не сильно пробил поворотом. А Руслан Мухамедшин не выключился из игры и смог на опережение в падении головой переправить мяч в сетку. Этот гол стал для нападающего Мордовии 12-м в нынешнем сезоне. В списке лучших бомбардиров Руслан сравнялся с игроком Челябинска Сергеем Игнатьевым. Челябинцы к этому моменту свой матч уже отыграли. Игнатьев голов не забил, а это значило, что у Мухамедшина оставалось 45 минут для того, чтобы выйти в лидеры бомбардирской гонки. Шансы для этого у нашего нападающего были. В нескольких эпизодах партнеры, казалось, искали Русланов штрафной соперника. На 85-й минуте вышедший на замену 16-летний воспитанник местной школы Александр Ермаков совершил внушительный рывок со своей половины поля в чужую штрафную, который оценил бы даже футбольный спринтер Гаррет Бэйл и заработал 11-метровый. Штатным пенальтистом в Мордовии является именно Руслан Мухамедшин, который в случае гола выходил бы в лидеры списки бомбардиров. Но Руслан принял решение отдать право исполнить удар с точки заработавшему этот пенальти Ермакову, но, как оказалось, зря. Александр переиграть вратаря не сумел, пробив прямо по центру. По поводу пенальти мог бы, наверное, бить сам, становиться лучшим бомбардиром, отдал в итоге молодому бомбарду. Ну, мне кажется, в моем выражении это не самое главное в данный момент. Хотелось, чтобы молодой мальчишка сегодня порадовала себя, я думаю, что местных болельщиков. Ох, единственное, конечно, не получилось, но ладно, в следующий раз, я думаю, в следующий раз, когда он выйдет, забьет свой первый гол. Ну, ты без всяких сомнений отдал или еще маленько это так? Нет, а какие сомнения? Я говорю, что для меня это не столь важно, думаю, что если я забил, то, что не забил. 12 голов забил, и отлично. В принципе, я думаю, что достаточно для выхода команды. В концовке встречи Руслан Мухаммедшин сам создал себе голевой момент, но его удару не хватило точности. В итоге 2-0 Мордовия одерживает победу и прощается с ПФЛ. Хотели просто показать болельщикам последняя, последняя, заключительная игра, и она домашняя, хотели порадовать болельщиков. Я думаю, что сегодня получилось, было и много моментов у нас, единственное, конечно, много не реализовали, но самое главное, выиграли, порадовали своих еще раз повторюсь, болельщиков. Главным итогом нынешнего сезона для Мордовии, несомненно, стало повышение в классе. У большинства игроков и тренеров команды в ближайшее время истекают контракты с клубом. Насколько видоизменится Мордовия в межсезонье, пока большой вопрос, ответ на который не знает даже наставник. Это каждый год такая ситуация. То есть здесь прежде всего встреча с руководителями, с клубами, объектами развития клуба, что мы хотим делать в дальнейшем, прежде всего руководству, да, но уже от этого отталкиваться. Сейчас на данный момент как бы заканчиваются все контракты, и у меня в том числе, я ничего определенного не сказать не могу. После разговора, консультации и определения всех вот этих вот деталей футболе, можно будет уже говорить, как команда будет выступать в новом сезоне на данный момент. Информации, ну, ее практически нет никакой. В следующем сезоне домашней арены Саранского клуба станет стадион Мордовия-Арена. После переезда можно будет понять, каков истинный интерес наших болельщиков к футболу и клубу в частности. Юрий Осипов, Владимир Ильин. Наши новости.